Всем привет! Снимаю очередное книжное видео. Сегодня хочу познакомить вас с пятью авторами. Все эти авторы мне понравились, книги довольно интересные. Надеюсь, вам тоже будет интересно послушать мой отзыв на них. Сегодня мы будем говорить о книгах Иэна Макьюина, Салли Гартнер, Саши Филипенко, Сергея Кузнецова и Мариам Петросян. Давайте приступим и начнем с самой первой книги. Первая книга – это «Закон о детях» Иэна Макьюина. Автор этот довольно популярен, но я ранее с его творчеством знакома не была. Скажу честно, после этой книги особого желания знакомиться с чем-то еще, с какими-то еще его произведениями у меня не возникло. Ну, хотя, может быть, когда-нибудь что-нибудь интересненькое я и прикуплю. Что касается именно этой книги, она довольно интересна, хотя не так глубока и не так меня тронула, как мне бы того хотелось. Прочитав аннотацию в интернете, прочитав отзывы, я ждала чего-то большего. Главной героиней этой книги является судья, которая вынуждена принимать довольно-таки сложные решения в детско-родительских отношениях. Отношения развода, отношения жизни и смерти. А в данном случае, да, речь как раз идет именно об этом. Есть некий мальчик, которому срочно необходимо переливание крови, иначе он умрет. Но его родители принадлежат к ортодоксальной секте, либо же, можно так сказать, общине. И в этой общине запрещено переливание крови, трансплантация органов. И у мальчика, разумеется, не остается шансов никаких, кроме как обратиться в суд. Точнее, не у мальчика, а у, разумеется, врачей. Потому что мальчик, живущий в этой секте, полностью принимает ее, точнее, законы. Судья делает выбор, принимает решение, разумеется, в пользу жизни этого ребенка. Понятное дело, другого решения быть-то и не могло. Закон и государство, они, конечно, заботятся о детях. Но все дело в том, что государство – это машина, а люди – винтики. Государство выносит решение, судья выносит решение. А с теми последствиями, которые это решение принесет, должны уже как-то люди сосуществовать. И этот ребенок, точнее, он уже не ребенок, он уже почти взрослый. Но этого вот именно двух-трех месяцев до совершеннолетия у него нет. И именно из-за этого, в общем-то, судья принимает это решение, а не он сам. Он, конечно, принял бы решение не переливать ему кровь, умереть, потому что так гласят правила в его секте, в его обществе, в этом довольно замкнутом. Ему приходится жить с этим решением. Вот представьте себе, что вы всю жизнь прожили по определенным законам, довольно маленькой общине. Вы не знаете мира вокруг этой общины. Вы его даже, можно сказать, боитесь. Потому что в таких сектах часто большой мир представляется как нечто злое, плохое и абсолютно ненужное тем людям, которые вообще не состоят. И ему, разумеется, предстоит столкнуться с этим миром, а он не знает, что с этим делать. И сама книга, она как раз таки о том, что вот эти его желания, они как бы и не учитываются. Потому что закон заботится о его благополучии. Врачи сделали переливание, ребенок остался жив. А что с ним будет дальше, это уже проблемы самого непосредственного ребенка, его родителей, его окружения. Но окружению он такой уже не нужен. Он отступил от своей веры. Он обращается к судье за помощью, но у нее свои проблемы, у нее свои заморочки. Согласитесь, что выносить решения по таким делам – это очень сложно. Она полностью погружена в свой мир судебный. У нее нет времени даже на собственного мужа. Что уж тут говорить о ребенке, который ей, можно так сказать, и никто. Что будет делать этот ребенок? Я не могу сказать, что автор как-то описывает нам его переживания или что-то еще. Но даже те небольшие эпизоды, где этот мальчик фигурирует, мы понимаем, что ему живется-то нелегко. И в конечном итоге все заканчивается довольно трагично. Судья в конечном итоге, конечно, понимает, что ее вина в том, что этот ребенок закончил так, как он закончил, есть. И ей от этого становится больно, и эти чувства пробуждают ее к жизни. Она перестает уже быть судьей, перестает думать какими-то формулировками и, наконец-то, обращает внимание на свою жизнь. Оказывается, что люди, которые рядом с ней, они ее любят, и ей есть ради чего жить. Но этот ребенок, к сожалению, умирает, потому что после того, как у него обострилось его заболевание, он уже повзрослел и уже принял решение не делать переливание крови и просто умереть. Но у него, если так честно говорить, выбора-то и не было. Книга заставляет задуматься, но, еще раз повторюсь, она могла быть написана более глубоко, с большими переживаниями этого ребенка и с большим акцентом именно на ребенка. Здесь же акцент смещен на судью. Но в любом случае книга интересная, хотя бы один раз ее прочитать вполне можно. Покупать книгу для этого не обязательно, думаю, можно найти и в интернете. Если вам хочется познакомиться с этим произведением и как-то окунуться, может быть, в мир, подумать об этих людях, об этих сектах, о том, как там живут люди и по каким законам, я думаю, вам эта книга поможет немножечко в этом разобраться. И опять же, может быть, вы захотите обсудить эту книгу с кем-то, и будет интересный диалог, как, например, у меня был диалог с мужем на тему прочитанного. Я всегда делюсь тем, что читаю, мы всегда находим какие-то общие точки соприкосновения, можем поспорить. Это сближает, это, конечно, очень интересно узнать мнение другого человека на такие вопросы, которые обычно в обычной жизни не поднимаются, это всегда полезно. Так что вот такая книга, я, конечно, немножечко проспойлерила, но все равно почитать ее стоит, надеюсь, вам понравится. Следующая книга называется «Червивая луна», ее автор Салли Гарднер. Книга написана в жанре антиутопии, написана от лица ребенка, поэтому такой довольно простой слог, немного все запутано, но довольно-таки интересно. Книга повествует о неком тоталитарном государстве, где жители, разумеется, все бесправные, отличаться они и право не имеют, должны быть все одинаковые, за любой инакомыслие, разумеется, следует некое наказание. И это государство готовит такую довольно масштабную фальсификацию, чтобы доказать собственным гражданам свою мощь. И этот ребенок случайно совершенно становится вовлечен в эту фальсификацию, и ему очень хочется рассказать людям, своим согражданам о том, что это все неправда, все, что им показывают по телевизору, это все ложь. И у него это вполне вероятно удается, потому что конец открытый и не совсем понятно, получилось у него доказать, получилось людям увидеть и узнать, и, может быть, что-то изменить в своей жизни. Или же им после этих доказательств просто навешали лапши на уши и вернули их обратно, скажем так, в свое стойло. Книга интересная, можно ее дать почитать подросткам, потому что она написана просто довольно увлекательно. Можно, опять же, на примере этого тоталитарного государства вообще с ребенком разобрать, какие бывают варианты управления государством. Тоталитарный, авторитарный строй, демократический, фашизм, ну и, разумеется, обсудить плюсы и минусы такого управления, опять же, какой-то будет диалог. Это тоже очень полезно для общего развития. Мне эта книга понравилась, хотя если выбирать между теми антиутопиями, что я читала, мне, конечно, больше всего нравится Замятин, Евгений Замятин и его книга «Мы». Ну, конечно же, я читала Оруэлла, там все пожестче, там все посерьезнее, я имею в виду его книгу «1984», но Замятин все равно мой фаворит, его я читала неоднократно. Эту книгу, может быть, когда-нибудь перечитаю, но явно не в ближайшее время. Могу посоветовать родителям, у которых есть дети, могу посоветовать родителям, тем, кто вообще интересуется такой литературой, таким жанром. Мне книга понравилась, я не знаю, что еще написал этот автор, но поищу в интернете, может быть, что-то еще интересненькое там найду. Так что вот такая книга. Да, кстати, забыла совсем упомянуть, что там та самая фальсификация, которая здесь проворачивается государством, она очень мне напомнила сюжет книги ОМОН Ра Виктора Пелевина. Если вы читали, то можете себе предположить и идею саму, и масштабы происходящего. Также хочется поговорить о том, точнее, упомянуть о том, что эта книга действительно о дружбе, да, здесь это вынесено на обложку, о том, как дети дружат, и о том, как важна дружба именно в таких замкнутых тоталитарных государствах. Да и вообще для всех нас с вами, конечно же, дружба, это очень-очень важно. Так что еще раз повторюсь, что книга хорошая, книга интересная. Прочитайте, если вдруг вас заинтересовал мой отзыв, думаю, вам тоже понравится. От следующей книги я ждала намного большего, чем получила. Это Саша Филипенко, книга называется «Травля». Книга достаточно новая, в 2014 году она была издана. Стоит она крайне небюджетно, 600 рублей буквоеде, и посмотрите, какая она тонкая. Я прочитала аннотацию в интернете на эту книгу, меня заинтересовал сюжет. Ну, разумеется, на обложку вынесено самое-самое интересное. Это как трейлеры из фильмов каких-нибудь трейлеров или детективов, там все самое интересное. А потом вы смотрите этот фильм, ну и понимаете, что кроме трейлера смотреть-то, в общем-то, было и нечего. Здесь примерно то же самое. О чем сюжет этой книги, о чем автор хотел нам рассказать? Он хотел нам рассказать о чиновниках, коррумпированных, точнее, об одном конкретном человеке, который является одним из действующих персонажей. Некий журналист решил вывести его на чистую воду. Он находит человека, который сливает ему информацию об этом чиновнике, пишет в интернете какие-то статьи в своем блоге об этом человеке. Ну, разумеется, чиновнику это не нравится. Кому приятно, когда его разоблачают, скажем так. И он находит способ воздействия на этого журналиста. Это психическая, скажем так, атака. Днями, неделями, месяцами этому несчастному журналисту портят кровь и мешают жить. Причем придраться к тем, кто это делает, а это специальная структура, специальная организация по ухудшению жизни граждан отдельно взятых. Придраться к ним, в общем-то, как-то и не получится. Ничего такого ужасного они не делают. Просто не дают человеку спокойно жить, спокойно спать, спокойно думать. Вокруг него устраивается такая шумовая атака. Постоянные песни там какие-то в соседней квартире, еще там что-то. Ну, а у человека маленький, к тому же, всему ребенок, младенец, который сам по себе плачет. Представляете, да, у вас маленький ребенок и за стенкой сабантуй. Ну, я думаю, что ребенок спать вам тоже не даст. И этот журналист в какой-то момент, он, конечно, понимает, что это травля, да, на него идет травля, но вместо того, чтобы как-то по-тихому слиться и успокоиться уже, и дать этому чиновнику жить, нет, он решает идти до конца. Ничего хорошего, конечно же, не получается, потому что человек, которого постоянно давят, да, вот этими шумовыми эффектами, у него просто срывают крышу, ничего хорошего из этого не вышло. И вот возникает вопрос, а что, собственно, хотел нам автор сказать этой книгой о том, что чиновники зачастую коррумпированы, мы знаем и так. И то, что наше государство борется с коррупцией разными способами, мы это тоже знаем, да, висят плакаты, и все это известно. И то, что с этим бороться достаточно сложно, и об этом мы тоже с вами догадываемся. И взяточничество, и хищение в особо крупных размерах, и отмывание денег, и все это нам по телевизору ежедневно, ежечасно поставляют в огромных просто количествах в разных ток-шоу. Ничего нового. И вроде бы журналист прав, да, он действительно хочет вывести этого человека, этого чиновника на чистую воду, чтобы не было такого, да, что он не имеет права вот жить так, как он живет, и отмывать эти деньги. Он должен быть разоблачен. А чиновник имеет больше средств, имеет больше возможностей, и у журналиста ничего не получается. Жалко журналиста, да, человека действительно затравили. Но мы это и так с вами знаем. Если мы посидим пять минут, не знаю, пообщаемся в компании каких-нибудь своих друзей, и разговор зайдет о политике, об этом мы наслушаемся много-много чего-то интересного и довольно банального. Зачем нужно было писать об этом еще и книгу, мне не совсем понятно. Жаль, конечно, да, что такое существует в нашей стране, но и в других странах коррупция точно так же процветает. Только что в Японии, по-моему, за это просто голову отрубают или просто расстреливают у стенки. Я точно не помню, но знаю, что там человек, пойманный за руку во время взятки, да, когда ему дают взятку, его просто расстреляют без суда и следствия, и все. И одним таким человеком станет меньше. Но в нашей стране такого нет. В нашей стране есть законы, которые не работают, есть огромное количество способов отмывания этих самых денег, и власть закрывает на это глаза, и полиция наша доблестная тоже зачастую закрывает глаза. Я не хотела бы превращать свой канал в политические дебаты, но я думаю, что вы понимаете, да, как обстоят дела. Благодаря довольно большому количеству телепередач на эту тему. Так что, собственно, еще одна книга, она как бы картину не улучшила. Мне жалко этого журналиста, но где-то на середине книги мне хотелось сказать, чувак, ну чего ты делаешь? Тебя же просто убьют, да, они физически с тобой расправятся так морально, отступись. И эта мысль, которая возникла, вот это отступись, я понимаю, что это трусость, да, в какой-то мере моя и многих других, таких же, как я, многие бы сказали ему то же самое, потому что идти до конца в этом вопросе очень сложно, очень страшно и очень небезопасно, и недалеко вы и пройдете, собственно, из-за чего все проблемы в нашей стране великой и ужасной происходят. Но вот позитива никакого нет. Есть вот это недовольство собой, недовольство устройством государства, мира и жизни в целом. Книга депрессивная, хотя написана интересно, написана хорошо, написана качественно. Здесь не поспоришь, человек, который писал, он сам по себе журналист, по-моему, к тому же он закончил филологический факультет СПБГУ, а этот факультет выпускает очень хороших филологов, очень хороших языковедов, людей, которые умеют писать и умеют хорошо складывать слова в предложения, намного лучше, чем я, потому что я филфак не заканчивала, к сожалению. Я не могу рекомендовать эту книгу, потому что ничего нового вы в ней не увидите, ничего позитивного вы в ней тоже не прочтете. К сожалению, книга рисует нашу реальность такой, какая она есть, ну, с некими, скажем, углублениями, загибами, перегибами, но в любом случае позитива здесь не наблюдается. Это, конечно, печально. Но вообще книга на один раз неплоха, чтобы насладиться хорошим русским языком и не более. Конечно, молодец, Саша Филипенко, что решил поднять такую тему, но, к сожалению, мы, простые граждане, с этим, с этой проблемой государственной справиться, ну, никак не сможем поодиночке, только все вместе, взявшись за руки, да, устроив какой-нибудь бунт. Но всем нам известно, что бунты ни к чему хорошему не приводят, это и революция 1917 года, тому, в общем-то, пример. Хотя, еще раз повторюсь, у меня не политические дебаты на канале, и к революции каждый может относиться как угодно, к ее последствиям и результатам. Ну, а свое мнение я все-таки остерегу здесь высказывать, дабы не вызвать шквал негатива в свой адрес. Так что с этой книгой мы закончим, и перейдем к двум другим книгам, которые понравились мне намного-намного больше. Слушай, эта книга мне просто безумно понравилась, это Сергей Кузнецов «Колейдоскоп. Расходные материалы». Книга очень толстая, довольно недешевая, порядка 800 рублей в интернет-магазине буквоет она стоит. Я прочитала аннотацию описания на эту книгу, и меня она зацепила только одним изначально, тем, что здесь более 100 персонажей. Мне захотелось узнать, как автор в одну книгу запихал 100 персонажей, как он в них не запутался, и как все это у него получилось, как он их связал, как он про них рассказывает. Книга эта представляет собой сборник рассказов. Здесь этих рассказов очень-очень много, и каждый рассказ, каждая глава – это какой-то определенный год. Начинается все в XIX веке. Здесь идет рассказ об одном человеке, потом здесь и XX век начало, и XX век середина, конец, и даже XXI век уже здесь описывается. В каждом рассказе разные герои, ну, иногда они, правда, повторяются. Это вот такие главки, как, например, 9.1 или 9.2. Там герои будут одни и те же, просто в разных ситуациях, и, возможно, будет немножечко другое хотя бы время года. Здесь действительно огромное количество персонажей. Это потрясающе написанная книга. Автор великолепно владеет языком. Это меня очень порадовало. Если он пишет, например, о XIX веке, о конце XIX века, то у него будет определенный слог в стиле Байрона, Пушкина. Если это XX век, то это реалии XX века, и, соответственно, слова, которые использовались нами в XX веке какие-то, может быть. Если это XXI век, то встречается уже и сленг, и современные какие-то понятия. Но каждый раз мы сталкиваемся с тем, что автор пишет по-разному. Но пишет великолепно. Язык просто божественно потрясающий. Здесь действительно огромное количество героев. В этом можно убедиться, открыв последнюю страницу. Точнее, последнюю страницу. Здесь есть такая глава, которая называется «Указатель повторяющихся персонажей». И мы можем видеть, что персонажей очень много. Они в алфавитном порядке расставлены. И они встречаются в разных главах. Вот, например, да. Но встречаются они не так, что эта глава написана об этом персонаже. Нет. Например, в первой главе мы знакомимся с одним персонажем, во второй с другим, в третьей главе с третьим. И в третьей главе где-то там на заднем фоне мимо пройдет персонаж из первой главы. И нас сразу отошлет автор тем самым к первой главе, к этому человеку. И мы уже понимаем, кто этот человек. Мы уже что-то предполагаем, как-то представляем себе вот эти взаимоотношения. Человек может быть родственником, он может быть просто знакомым, соседом, кем угодно. И из главы в главу некоторые персонажи плавно перетекают просто по чуть-чуть. Про кого-то побольше может автор еще написать, про кого-то поменьше. Но в любом случае он так связал этих персонажей, он так написал эту книгу, что читается она очень легко. Хотя это не детектив и не триллер, который я очень люблю. Это просто роман. Там нет чего-то такого забористого, скажем. Просто рассказ, небольшой эпизод из жизни какого-то определенного человека. Хотя здесь встречаются довольно жесткие сцены, сексуального характера сцены. Поэтому книга идет, разумеется, в целлофане с пометкой 18+. Но этого не так много. Но все равно такие сцены, они, конечно, оставляют свой отпечаток. Некоторые такие довольно нелицеприятные. Но их немного. Но в любом случае современный писатель, который не включил в свою книгу секс, ну, вы знаете, его книгу, скорее всего, не примут в печаль. Потому что современное общество требует хлеба и зрелища, секса желательно. Так что никуда не денешься. Но здесь это все вписано в контекст. Хотя, честно говоря, единственное, что мною осталось не понято, это такие небольшие ремарки. Вот, например, есть глава 1901 год, «Покинутые соты». Здесь идет рассказ о человеке. Да, кстати, есть такие моменты, кто-то кого-то перебивает. То есть получается, что кто-то кому-то эту историю рассказывает. Это перебивают, опираясь на какой-то свой опыт, как бы цепляясь за эту историю, рассказывают что-то еще. Причем рассказывают в другом совершенно времени. Ну, не знаю, понятно, я это объяснила или нет, но как-то так. Так вот, в общем, есть глава определенная, да, датируется 1901 годом, например. И в конце каждой главы есть вот такое небольшое отступление, небольшая такая ремарка. Здесь абсолютно непонятно ни какой год, ни что за персонажи. Те же самые, что встречаются в книге или какие-то другие. Они все безликие. Они все как будто вообще из другой книги сюда пришли, но почему-то они сюда вставлены. Это тоже интересно. Честно говоря, у меня не возникало ассоциации вот этих небольших главок с предыдущей главой. Как будто это абсолютно не взаимосвязано. Я не знаю, почему автор все это сюда вставил. Но, видимо, у него была какая-то задумка, которую я пока что не разгадала. Также, посмотрите, здесь очень интересно есть такая темка. Список литературы. И вот, что пишет нам автор, зачем здесь вообще имеется этот список. «Вот неполный список художественных текстов, без которых моя книга была бы невозможна. Одни служили для меня источником вдохновения. Другие подарили моим героям отдельные фразы или наблюдения. Персонажи третьих как бы случайно забрели в мой роман». Представляете, что человек прочитал вот это огромное количество книг. Их здесь достаточно много. Но для интеллигентного человека, для взрослого человека такое количество – это еще мало. Здесь, видимо, самые-самые такие интересные. И из каждой книги он что-то взял для своих персонажей. То есть можно, прочитав какую-то главу, такую небольшую получить отсылку к какому-то произведению совершенно другого автора. Такое, скажем, по-моему, это называется… Ой, я не помню, как это у филологов. Аллюзия интертекста, что-то из этой оперы. Вот какое-то такое умное слово у меня из головы как раз-таки и выпало. Ну, в общем, я надеюсь, вы понимаете, да, о чем я говорю, что книга написана потрясающе, книга написана очень интересно. Вот, что пишет сам автор. «Я написала роман о расширенном XX веке и о том, что объединяет всех нас – страсти и страхи, печали, отчаянии и любви». Ну, здесь, на самом деле, да, нельзя сказать, что рассказы сильно позитивные, что они заканчиваются счастливо, все заканчиваются замечательно. Некоторые заканчиваются просто так, некоторые печально. И я постоянно почему-то была в таком напряжении, ждала, что вот эта небольшая история сейчас закончится какой-нибудь кровавой резинёй. Ну, видимо, да, моя страсть к детективам даёт о себе знать. Но нет, здесь просто роман, просто о людях, просто о том, как они живут. И как мы все, да, в какой-то степени все вместе взаимосвязаны. Здесь не только о России, здесь и о других странах. Даже эти люди, и русские, и нерусские, все, получаются взаимосвязаны. Да, помните, как в фильме, думаю, вы все смотрели фильм «Ёлки» с Иваном Мургантом. И фильм этот нам рассказывает о некой теории шести рукопожатий, которая гласит, что все мы друг с другом знакомы через шесть человек, да, через шесть знакомых. Здесь примерно то же самое, только если в теории шести рукопожатий это единое время, да, ну, как я это лично понимаю, то здесь персонажи рассеяны во времени, рассеяны в разных странах, но в любом случае действительно через жизнь друг друга они каким-то странным образом проходят. Книга потрясающая, книга очень интересная. Я ее рекомендую от всего сердца, потому что прочитать такое – это как глоток свежей воды. На самом деле это прекраснейшая литература. Недаром Сергей Кузнецов финалист премии «Большая книга». Я думаю, что ни одна у него такая награда должна быть за это произведение, потому что на фоне многого того, что я прочитала в последнее время, эта книга действительно достойна внимания, достойна интереса. Но я думаю, что из-за своей толщины, из-за своей, скажем так, непонятности, она не часто очень покупается, ну, потому что действительно в описании ничего такого толкового вам никто не напишет в аннотации. Но я могу сказать, что рекомендую. Если вы любите почитать хорошую книгу, если вам нравится хороший слог, если вы любите русский язык, то эта книга для вас, она на самом деле стоит того, чтобы ее приобрести и поставить в свою библиотеку. Книга, которую я сейчас держу в руках, называется «Дом в котором». Ее автор Мариам Петросян. Это ее дебютный роман. Был он опубликован в 2009 году, но автор очень долго вынашивала задумку этой книги, и, наконец-то, эта задумка реализовалась. Мариам Петросян работает в жанре магического реализма. Это такой художественный метод, в котором магические элементы включены в реалистическую картину мира. В этом же жанре работает Виктор Пелевин, Жозе Сарамага, с которым я вас когда-то знакомила, также Исабель Альенде, с которой мы познакомимся немного с вами позднее. О чем эта книга? Эта книга представляет собой яркое и своеобразное описание замкнутого социума, его характерных особенностей, нюансов адаптации новичка в сложившемся коллективе, и все это на примере интерната для детей-инвалидов. Вот представляете, какая фантазия у автора? На самом деле, да, здесь действительно есть интернат для детей-инвалидов. Это интернат, куда родители помещают своих детей, потому что просто не могут с ними вместе жить, но они от детей, от этих не отказываются. Дети эти инвалиды, кто-то без рук, кто-то без ног, кто-то колясочник, кто-то психически не совсем здоров. Дети эти делятся на группы, в каждой группе есть определенные законы, определенные какие-то своеобразные элементы, они там все одинаково одеваются, одинаково чем-то увлекаются. Групп таких несколько, и вот в одну из групп попадает новичок. И вот как он там адаптируется, как его принимают, как он со своей позиции новичка видит сложившуюся уже группу, вот об этом как раз-таки и написана эта книга. Очень-очень интересная книга. Здесь все не так просто, здесь нет одного пласта такого повествования, здесь получается два пласта повествования. В первом мы встречаем группу вот этих детей, там тоже появляется новичок, и мы смотрим на этих детей, у них есть клички, там дети друг друга по именам не называют, только по кличкам. Ну, они как-то взаимодействуют, как-то сколачивают вот эту свою, скажем так, шайку, и мы знакомимся с этими детьми, с их особенностями. Это один пласт повествования. Второй пласт повествует о, казалось бы, совершенно другой группе детей. Мы думаем, что это другие дети, просто взрослые, ну, по возрасту, но другие. А оказывается, нет, это те же самые, просто они выросли, и у них поменялись клички. И приходится постоянно сопоставлять, кто из них кто, куда делся вот этот, потому что какие-то члены этой группы, скажем, не попали в другую возрастную группу. А куда они делись, тоже непонятно. В общем, потрясающе замечательно. Я, если начну вам рассказывать, я просто запутаюсь, я уже пыталась, это уже не первый дубль, поверьте. Что ещё здесь можно сказать о самом вот этом доме? Это как раз дому, это элемент вот этого магического реализма. Для каждого в этом доме есть своя кличка, об этом я уже говорила. И один день в нём порой вмещает столько, сколько нам в наружности не прожить и за целую жизнь. Наружность – это всё, что за пределами дома. Обычные люди, дома, машины и всё такое прочее. Каждого дом принимает или отвергает. Он не то чтобы как живое существо какое-то, но некую силу над своими вот этими детишками он имеет. Дом хранит уему тайн, и банальные скелеты в шкафах – лишь самый понятный угол того незримого мира, куда нет хода из наружности, где перестают действовать привычные законы пространства-времени. Действительно, некоторые дети могут куда-то исчезать из этого дома. Там появляются странные какие-то, странный лес. Ты идёшь по коридору и вдруг попадаешь в лес. Вопрос, как это случилось. А лес, вот он в голове, этот дом как бы трансформирует этот, нет, как это правильно сказать, посылает, что ли, картину, образ этого леса в голову определённого ученика. Он слепой, поэтому ему, в общем-то, легче как-то это всё принимать. Дом – это нечто гораздо большее, чем просто интернат для детей, от которых отказались родители. Они не отказались, ещё раз повторюсь, когда у детей будет выпускной, эти родители приедут и их заберут. Так что это, конечно, немножечко неправильно. Дом – это их отдельная вселенная. Да, действительно, там свои законы, там свои взаимоотношения. Взаимоотношения очень сложные. Сложные взаимоотношения как между группами, так между, разумеется, учениками и их воспитателями, которые здесь присутствуют. Это всё-таки детский дом, да, здесь должны быть учителя и директор. Также сложные взаимоотношения между детьми и будущим, которое их ждёт, когда они покинут стены этого интерната. И этот выпускной, он хранит, очень предыдущий выпускной, хранит много тайн, и тот, который должен произойти, он всех почему-то пугает. Но автор нам про это не рассказывает. Мы сами должны догадаться, что же там случилось. Если вам захочется узнать, о чём эта книга, но не захочется читать вот этот калмут, можете открыть статью в Википедии, в которой об этой книге довольно подробно написано и про всех персонажей там написано, и про всё то, о чём я только что сказала, и магические вот эти элементы. Даже в Википедии прочитав, всё равно, мне кажется, вам будет интересно. Может быть, вы даже приобретёте эту книжку и прочитаете. Потрясающая вещь. Могу порекомендовать, если вам нравится, опять же, хорошая литература, потому что слог потрясающий, очень интересно, необычно, просто великолепно. Вот эти две книги, последние, которые я вам показывала, они меня потрясли, они меня заинтересовали, оказались самыми толстыми и самыми для меня лично адекватными. Они мне дали больше, чем три предыдущие, хотя те, конечно, тоже весьма неплохие. Надеюсь, вам было интересно, надеюсь, что-то новое для себя вы узнали. Возможно, я заинтересовала вас последними двумя книгами, и вы их с удовольствием прочитаете, потому что это, конечно, литература с большой буквы. Ну, первые три тоже неплохие, вполне себе. Спасибо за то, что вы посмотрели это видео. Если вам есть что мне сказать, то я жду ваши комментарии. Всем пока!